В школах республики уже готовятся к новому учебному году. Найти педагогов проще сейчас. В Петрозаводском госуниверситете прошла ярмарка педагогических вакансий, на которую приехали и представители районных школ. Чем завлекают молодых специалистов и что думают студенты о работе в районах в нашем сюжете? Студентов, заканчивающих вуз, берут в оборот. Сегодня в Петрозаводск приехали учителя и директора районных школ, чтобы напрямую встретиться с будущими молодыми педагогами. Так Дениса и Анну уговаривают поехать в Кемский район. Кемскую школу звали педагогами, причем на любую специальность. Предлагали квартиру сразу же, предлагали сразу же ставку повышенную, то есть нагрузки побольше, дополнительные выплаты, то есть северные и все в этом духе. Например, в тот жиловский район, домой вот с руками оторвут. Там очень нужны специалисты, учителя. На 1 сентября в республике будут открыты 170 педагогических вакансий. Учителя нужны в каждом районе. На первом месте идут у нас учили английского языка, затем учили математики, учителя начальных классов, учителя истории общества знания. Большая потребность и в воспитателях. Работу можно найти в Петрозаводске и в районах. Так, в Каливале оклад воспитателя с правом преподавания карельского языка составляет 9 тысяч рублей. Плюс воспитателю оплачивают коммунальные услуги. Кроме того, молодым педагогам, отработавшим год в районе, единовременно выплачивают 20 тысяч рублей. Этой помощью с 2014 года воспользовались 39 человек. С марта этого года молодым педагогам в сельской местности предоставляют в безвозмездное пользование земельные участки. И даже несмотря на это, молодые люди не спешат соглашаться на работу в районе. Так Денис и Анна ответа кемской школе не дали. Обещали взвесить все за и против.